Библейский портал экзегет.ру представляет 25 глава книги «Исход», я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Вот здесь у нас начинается скучная часть книги «Исход», извините. А почему она скучная? Потому что описывается скиния. А скиния — это шатер, в котором в каком-то символическом смысле обитает Бог среди сынов Израилевых. У нас нету больше таких шатров, и нам это неинтересно. Но давайте попробуем понять какие-то основные принципы, которые в сооружении этой скинии были заложены. Господь сказал Моисею, «Велись и нам Израилевым собрать для меня пожертвования, пусть всякий даст, что пожелает. Смотрите, не обложи израильтян налогом, не возьми там, я не знаю, что там из Египта вынесли, вот отбери какие-то предметы. А это добровольное дело. Вот строительство священных шатров, зданий, храмов и так далее — добровольное дело. Собирайте такие пожертвования. «Пусть цены Израилева построят для меня святилища, чтобы я жил среди них. Вы должны сделать мое святилище скини и все, что в ней точности, как я покажу тебе». То есть, смотрите, с одной стороны, полное добровольное жертвоприношение, с другой стороны, очень строгое соответствие образцу. К Богу человек приходит добровольно, но приходит так, как Бог ему определит. Вот нельзя пинком раскрыть дверь и сказать привет, а нужно определенным образом это сделать. А вот жертвовать там свои бараньи шкуры и оливковое масло, свое время, свои силы, свои деньги, свои таланты для Бога или нет, это ты решаешь сам. Он не заставляет. Но если ты решил, значит, вот как это делается. Ветхозаветное богослужение, оно очень строго регламентировано. Почему? А судя по всему, в силу того, что в древности все-таки было много очень разных культов, и если дать тут полную свободу, то очень скоро эти культы разойдутся. Вот как там языческих богов почитают в разных городах, и там есть ваалы такие, ваалы сякие, ну и все, и представление о едином Боге, оно утрачивается, оно размывается во множестве культов. Поэтому очень четкой формулировки, как надо все делать. Не вот как вам захочется, а так, как я скажу. Пусть делают ковчег из акации. Акация, пожалуй, единственное дерево, которое в Синайской пустыне растет в каком-то товарном количестве. Два с половиной локтя длиной, полтора шириной и полтора высотой. Это ящик, да, локоть это полметра примерно, то есть длиной чуть больше метра, шириной чуть меньше и высотой тоже совсем небольшой, да. Покрой его чистым золотом изнутри и снаружи обведи золотой каймой. Сделай четыре кольца и прикрепи их к четырем ножкам ковчега. Два кольца с одной стороны ковчега и два с другой. Сделай шестые из акации, покрой их золотом и вставь кольца по обе стороны ковчега, чтобы носить его на шестах. Ну, понятный принцип, это некий такой ящик, а кольца для того, чтобы его переносить, они же странствуют, надо с этим ковчегом куда-то идти. А почему бы на плече его не нести? Ну, во-первых, неудобно, а во-вторых, он священный, то есть его нельзя касаться просто так. И дальше будут у нас не раз ситуации, когда прикосновение к нему это осквернение, да. А кольца позволяют его нанести на шестах, не касаясь самого ковчега. Вставили шесты и понесли. В ковчег ты положишь текст завета, который я вручу тебе. Смотрите, главная святыня, это не идол, как у большинства языческих народов. Это текст завета. Вот договор. Бог не говорит, почитайте меня, как абстрактное некое явление на небе. Он говорит, почитайте тот завет, тот договор, который я с вами заключил. Вот вы в этом завете со мной находитесь. И вот вам зримое свидетельство тому. Сделай для ковчега навершие из чистого золота. Два с половиной локтя длиной и полтора локтя шириной. Стану несколько шире, чем ковчег. Длиннее, точнее. По краям навершия сделай двух херуимов золотой чеканки. Одного с одного края, другого с другого края. Они должны составлять с навершием единое целое. Стоят друг другу лицом и глядя на навершие, они должны простирать над ним крылья. Не спрашивайте меня, как это конкретно. Рисунки изображают разные схемы. Честно сказать, я думаю, что это подобие трона. Что крылья херуимов образуют что-то вроде спинки кресла. И этот ковчег завета — это символический трон, на котором высадает Господь внутри этой самой скини, этого святилища. Описание скини начинается с самого ее главного предмета, с этого самого ковчега. Поставь навершие на ковчег, а в ковчег положи текст завета, который я тебе вручу. Там, над навершием среди ковчега завета, между двух херуимов, буду я пребывать во время встречи с тобой, возвещая через тебя мое повеление сынам Израилевым. Никакого идола, но Господь присутствует незримо, и Он присутствует там, где есть текст завета. Вот отныне иудаизм, и христианство, и ислам, которые, в общем, с ним связаны по своему происхождению, они становятся религиями священного писания. Есть разные религии, вот, например, древнегреческая религия, в ней тексты были у древних греков, там, Илиада и Одиссея, но никто Илиаду и Одиссею не понимал, как священное писание. Египтяне, у них были очень многие интересные тексты, там, книги мертвых, которыми сопровождали вот умерших, загробное царство, где они должны были, ну, такой путеводитель по загробному миру, должны были предстать перед судом, и там все было расписано. Это не священное писание, это путеводитель по загробному миру, да? То есть тот факт, что в той или иной религии есть свои тексты, говорящие о небесном мире или подземном, наоборот, вовсе не делают эти религии религиями священного писания. Ветхий Завет, безусловно, Древний Израиль, безусловно, потом и Новый Завет с христианством, и Ислам, который тоже связан с ним по происхождению, это религия писания. Есть писание, есть текст, и, собственно, с Богом мы встречаемся над этим писанием. Вот тут прямо лежит в ковчеге писание, а сверху незримо сидит Бог. Ну, а сегодня мы с ним встречаемся, вот перед нами писание, и присутствует Господь в том, как мы его читаем, в том, как мы его обсуждаем, в том, как за богослужением или дома оно прочитывается. Это, на самом деле, удивительная вещь. Но ковчег не единственная вещь, которая в скине, и здесь еще несколько других. Сделай стол из акации, два локтя длиной, локтя шириной и полтора локтя высотой. Покрой его чистым золотом, ну, все как с ковчегом, только побольше размерами, да? И обведи золотой каймой. По крайней мере, сделай стенку высотой в ладони, обведи эту стенку золотой каймой. Сделай четыре золотых кольца и укрепи их по четырем углам стола над ножками. Кольца должны прилегать к стенке, в них будут вставляться шесты, когда нужно будет переносить стол. Вот все то же самое, да? Только ковчег — это ящик, а это стол. Шесты для ношения стола сделай из акации и покрой их золотом. Сделай из чистого золота блюда, ковши, кувшины и чаши для возлияния. На этот стол ты должен регулярно класть хлеб, что будет лежать перед лицом моим. Слушайте, у них как-то с фантазией было туго, да? Наверное, вы скажете, что они в священном своем шатре кладут ящик, сундук, стол и посуду. Ну, примерно то же самое, что у каждого из них в шатре. Да, вот они странствуют, у них, конечно, есть какой-то стол, чтобы было куда поставить еду. Есть посуда, в которую вот эту еду кладут. Есть сундук, наверное, в который кладутся там, ну, припасы они свои держат. И что, про Бога ничего другого нельзя придумать? Но мы это увидим, что, собственно, скиния и вся ее утварь — это, скажем так, очень хорошее, очень качественное, несколько большее по размеру, но все то же самое, что есть в обычных домах. Бог живет со своим народом, и он живет с ними, ну, примерно так, как они живут. Символически, конечно, то есть понятно, что он не присутствует там в каком-то зримом виде, по крайней мере, большую часть времени, но нет ничего особенного. Вот смотрите, как выглядит обычный языческий храм. Там стоит идол, там стоят какие-то особые священные предметы. Этого идола там кормят, поют, одевают, перед ним какие-то совершают священные действия, но обычный языческий храм не очень похож на дом, а скиния очень похожа. Она больше, она роскошнее, она интереснее, красивее, да, но она устроена как, в общем-то, шатер кочевника со всеми его принадлежностями. Сделай светильник чеканной из чистого золота. Ну, конечно, ночью же темно, надо освещать. Его ствол, ветви и чашечки, основание чашечек и лепестки должны составлять единое целое. Ну, то есть вот этот, он как дерево такой, да, ствол и ветви. У него должно быть шесть ветвей, три с одной стороны и три с другой. Ну, а ствол седьмая, семисвешник описывается, то, что до сих пор в православных храмах присутствует. На каждой из шести ветвей по три чашечки, как цветок миндаля с основанием и лепестками. На самом же светильнике четыре цветка, как цветок миндаля с основанием и лепестками. Под первой парой ветвей, основание чашечки, по второй парой основания чашечки, по третьей парой основания чашечки, так должно быть под всеми шестью ветвями светильника. Ну, то есть вот его ствол и три пары, да, от него отходят. И основание чашечек и ветви одно целое со светильником. Все должно быть чеканным из чистого золота. То есть это не сборная конструкция, а это цельная. «Сделай семь лампаторов, ставь их на светильники, чтобы освещать пространство перед ним». Ну, вот сегодня это можно увидеть, это семисвешник, который есть в иудаизме, который есть и в христианском культе. Более того, щипцы для фитилей и кадильницы должны быть из чистого золота. Щипцы, чтобы снимать нагар, да, фитиль, он же из чего-то такого вроде ткани, да, и нагар нужно или там вытягивать его. И кадильницы, кадильницы — это то, во что кладут благовоние. На светильник и на все его принадлежности отпусти один талант чистого золота. Талант — это больше 30 килограммов, то есть довольно дорогое и тяжелое изделие. Смотри, сделай все в точности так, как тебе было показано на горе. Это станет рефреном. То есть если ты хочешь, чтобы Бог обитал с тобой, сделай все так, как сам Бог тебе велит. Нет, ты не изобретаешь этого культа, ты не придумываешь себе Бога. Наоборот, Господь тебя допускает к этому культу и позволяет себе сделать так, как он этого хочет. Ну а следующая, 26 глава, она довольно малопонятная, потому что там конструкция скини, но, к сожалению, никаких чертежей и рисунков там нету без них. Порой не очень ясно, как это выглядело. Субтитры создавал DimaTorzok